Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Саламу алейкум у рахматуллахи у баракатух. Дорогие и уважаемые братья и сёстры, давайте в этот особенный месяц Рамадан поклоняться Всевышнему Всемогущему Аллаху осознанно. Сделайте вот что. Это поможет вам. Это нужно сделать непосредственно перед чтением намаза. Сделайте небольшую паузу, остановитесь, осознайте себя, подумайте, поразмышляйте, подышите, подумайте, что Аллах смотрит на вас. Аллах смотрит на меня. Аллах смотрит на меня. Вот это в уме удерживайте. Подумайте о том, что вы сейчас будете стоять перед Аллахом, Всемогущенный Велик. Задумайтесь об этом. Представьте, что на этом месте вы перед Аллахом будете стоять так, словно уже судный день, и он спрашивает с вас. «У меня есть шанс. Аллах дал мне возможность прочитать несколько ракатов намаза». Сконцентрируйтесь на этом. Почитайте зикр. Просто говорите «Ля иля иля Аллах», «Ля иля Иля Аллах», «Ля иля Иля Аллах», «Ля иля Иля Аллах». Если вы на это потратите пару минут, или минуту, хотя бы две минуты потратьте, хоть минуту, сделайте так. Представьте, что вы сейчас стоите в судный день перед Аллахом, или представьте, что вы были на судном дне, и Аллах отправил вас назад, чтобы прочитать этот намаз, и вы сразу вернетесь обратно на судный день. И Аллах оценит этот мой намаз. Я сделал его для тебя. Если будете так делать, жизнь изменится. Поверьте, если мы с вами вот так намаз будем читать, жизнь наша изменится. Весь ваш подход ко всем видам поклонения в исламе поменяется. Рамаданы твои будут лучшим временем для тебя, поверь. Уровень твоей веры, имана, поднимется. Ты почувствуешь, почувствуешь, что полагаешься на Аллаха. Ислам для тебя вдруг станет чем-то большим, более глубоким. Ты будешь наслаждаться исламом. Ты будешь осознанно, вовлеченно поклоняться. Это будет нравиться. Ты почувствуешь, что сильнее стал тянуться к исламу. Ты начнешь чувствовать вкус ислама. Почему? Потому что ты подключишь разум к поклонению Аллаху в намазах. Есть сотни, тысячи, миллионы мусульман, которые не делают того, о чем я сказал. В итоге у них и жизнь соответствующая. Молятся, но сердцем не подключены к поклонению. Давайте мы с вами, все, будем подключаться разумом в поклонении. Будем участвовать в нем сердцем. Сделай этот Рамадан другим. Ассаляму алейкум. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Торових на час. Весь Торових. Не, долго. Вот у них 45 минут. Не, все равно долго. А вот там за 45 минут читают, овощая уйтер 20 ракатов, все включено в одном пакете. Мне туда. Люди идут туда, а там Коран вот так читают. Единственное, что можно разобрать, терпеть не могу, когда Коран так читают. Что нам говорит пророк в хадисе Ахмада? Читай Коран размеренно. Так же, как ты его читал в мирской жизни. Вот смотри, машина грязная, чем очищать будешь? Водой. Одежду грязную, чем чистишь? Мылом, водой. Тарелки грязные, как чистишь? Водой. А если где-нибудь на улице? В дерьмо наступишь. Чем будешь очищать? Ботинки почищу. А босиком наступишь, как отчистишь? Ну как, ногу помою водой. А чё б тебе просто не взять бумагу туалетную и ногу не протереть? Так не очистится же. А когда покакал, почему туалетной бумагой, а не водой? Не знаю, брат. А кто ты такой, чтоб так говорить? Нет, ну вот скажи, почему туалетная бумага, а не вода? Ну это... Я же не могу просто взять и помыть. Нет, можешь. Вот этой штукой. Да как ей помоешь-то? Как? Так вот, а ты попробуй. Наливаешь сюда воду и подмываешься. Рука ж занята. Одной льёшь, другой подмываешься. Трогать же придётся. Так ты и через бумагу трогаешь. После бумаги вонять же всё равно будешь. Что вы знаете о посланнике Аллаха? Захватывающее детальное описание жизни пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. От доктора Ясера Кади. В каждой серии частичка жизни пророка. Через что прошёл он и его сподвижники, чтобы донести до нас ислам. Увлекательный сериал на канале Дауа Проджект. А ещё там много полезных советов от ваших любимых шейхов. Основа ислама, семейная жизнь, история, психология и многое другое. Дауа Проджект. Братья и сёстры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Ассаляму алейкум урахматуллахи убаракяту. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему посланнику Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Мои дорогие братья и сёстры, ещё раз ассаляму алейкум урахматуллахи убаракяту. Сегодня мы поговорим о семи способах войти в рай. Рай — это самое красивое место, куда только можно попасть. Мы не видели рая, только слышали о нём. Но несмотря на то, что мы только слышали о Джаннате, мы не можем сказать, что в раю всё абсолютно то же самое, что и в этом мире. Вот, например, взять виноград. И Всевышний Аллах говорит в Коране о винограде в раю. Если ты будешь думать так, что, мол, я знаю, что такое виноград, в раю он будет такой же, это будет ошибочно. Или вот, например, в раю будет вода, там будут реки. Мы знаем, какая вода, но если думаешь, что в раю такая же, то ты сильно ошибаешься. То, что будет в Джаннате, в раю, оно будет сильно отличаться от того, что у нас здесь, что мы пробуем в этом мире, что мы знаем в этом мире. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал нам, Ни один глаз не видел ничего подобного, ни одно ухо не слышало ничего подобного, и ни одно сердце подобного не чувствовало. Только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, видел рай, Аллах показал ему. Во время вознесения на небеса, Аллах Всемогущий и Навелик показал ему рай, он своими глазами видел, каков рай. Аллах показал ему рай и вернул его обратно. А то, о чем нам рассказали Аллах и его посланник, то, что будет в раю, оно будет не таким, как в этом мире. Женщины, мужчины в раю будут жить там лучше, чем жили на земле. Там все будут намного красивее, неприятных качеств не будет у тела, другое все. И нам надо постараться попасть в рай. Когда человек сосредотачивается на чем-то, например, кто-то хочет получить степень, он на этом концентрируется, он будет трудиться как следует. Но и от степени тоже зависит, на которую претендуете. То же самое и рай. Мы в этом мире трудимся, чтобы заслужить рай. Кто-то попадет в рай Мауа, кто-то в сады Эдема, а кто-то в высший рай Фердаус. Надо стараться изо всех сил, чтобы не только попасть в рай, но и попасть на высшую ступень рая. Есть много путей попасть в рай, множество путей. Пророк много рассказывал о людях, которые попадут в рай. И простые люди с простым сердцем, которых обычно считают за просточков. Аллах быстрее введет их в рай. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Будь доволен имя Аллах. Тоже знали друг о друге. Они тоже участвовали в гонке. И Аллах за это восхвалил их в Коране. Аллах говорит... Аллах говорит опередившие. Сабикун Аллах говорит опередившие. То есть они были первыми. Аллах здесь говорит о двух качествах. Во-первых, то, что они участвовали в гонке, в соревновании, в добрых делах. И второе, то, что они соревновались для того, чтобы стать самыми первыми. Во-первых, в качестве. И если получится, в количестве. Но за количеством они не гнались. Они гнались за качеством. Я докажу вам, что это так. Если бы сподвижники гнались за количеством... Я же вам говорил, что Абдуллах, сын Амра, прочитывал весь Коран за ночь, пока пророк его не остановил. Если бы сподвижники гнались за качеством, они бы старались обогнать его в этом. Когда пророк, салаллаху алейхи у салям, сказал Абдулле, что разрешает ему прочитывать Коран только раз в неделю. Абдулле бин Амру пришлось притормозить себя, чтобы Коран прочитывать только за неделю. Исподвижники с Абдуллой в этом моменте не соперничали. Большинство сахабов прочитывали Коран раз в месяц. Поэтому Коран и поделен на 30 частей. Так и получилось, что в Коране 30 джузов. Аллах этого не неспосылал. Ангел Джибриль пророку об этом не говорил. О том, с какого аята начинается или заканчивается очередная 30-я часть. Сахабы обычно в этих местах останавливались. И когда сахабы собирали Коран, они знали, что на этих местах обычно останавливаются. Большинство сподвижников пророка прочитывали одну 30-ю часть Корана в день. Знаете почему? Потому что они упор делали на качество. Некоторые и на количество тоже. Как, например, Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас. Так вот, Аллах говорит опередившие, те, кто в гонке. Это первое качество сподвижников пророка. Во-вторых, Аллах говорит быть первыми в плане качества. Так Аллах называет их. Мухаджирин, переселенцы. Те, кто переселились к Аллаху и его посланнику. Из Мекки в Медину. Это одно их качество. Второе, Аллах говорит ансар. Это те, кто помог пророку в Медине. Когда он со сподвижниками пришел в Медину. То есть Аллах хорошо отозвался о мухаджирах и ансарах. Казалось бы, нам не догнать мухаджиров. Не догнать ансаров. Но на самом деле мы можем. Можем. В вечной жизни мы можем сравняться с ними. Аллаху Акбару. Мы родились не в то время, когда пророк переселялся. Никогда ему в Медине помогли. Мы не во времена пророка живем. Но в вечной жизни вы можете быть на одной степени с мухаджирами и ансарами. Почему? Потому что в этом же аяте, в суре от Тауба, покаяние. Девятая сура, сотый аят. Там Аллах говорит «И те, которые последовали за ними в их совершенном поклонении». Если мы воспитаем в себе одно из качеств сподвижников, какой бы то ни было, если будем стараться подражать им, насколько получится, насколько сможем. И после упоминания мухаджиров, ансаров и их последователей, после этого Аллах говорит «Мухаджирами, ансарами и теми, кто последовал за ними до судного дня», Аллах говорит «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом». Я доволен ими, и они довольны мной. Мой брат, моя сестра, если хочешь стать таким человеком, о котором Аллах сказал в Коране «Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом», следуй за сподвижниками пророка. Об этом Аллах и говорит в аяте. «А те, кто проклинает сахабов, те сбились с пути. Кто не видит в сахабах пример для подражания, те сбились с пути». Аллах сказал нам брать пример со сподвижников. Аллах учит нас следовать за ними. И в конце этого аята Аллах говорит «Аллах приготовил для них райские сады, в которых текут реки». Аллах говорит, что рай нам дарует, вместе с сахабами, если будем брать с них пример. Говорит Аллах в священном Коране. Если будете веровать так, как веровали сподвижники пророка, Аллах наставит вас на прямой путь. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok